В следующем мы там как-то долго настраивали все Мы забыли включить Давайте перейдем к супер коня Наконец запустим У нас мало осталось Времени Ой-ой-ой-ой, ценно Давайте я только лучше их обозначу не П, а 1 А П2, П3, П4, П6 и П8 Идет? Какое у меня, значит, соотношение выполняется на вероятности Но поскольку всю свою жизнь Конь проводит на шахматной доске То поэтому Сколько у меня клетка типа А1 4П2 Плюс Типа А2, по-моему, 8 8П3 Плюс Этих сколько было? 20, да? 20П4 Плюс 16П6 Плюс 16П8 Равняется единичке Это из того, что Свою жизнь он проводит на шахматной доске Ответ 1 А что? 11 Сейчас, сейчас Сколько? 11 Слушай, я не помню Ну как будет Я тут решаюсь, слушай Сейчас проверим А другие ответы, кстати, есть? Нет? Есть другие ответы? Нет? Кто ничего решил? Да Мне что-то кажется, 11 маловато Ну давай сейчас проверим Может, ты и прав Вот Это понятно, откуда взялось, да? Ну, где-то же он должен быть Хорошо А теперь смотрите Какое Вот если я попробую, например, составить уравнение На П Ну, я не знаю Там На какую-нибудь Ну давайте я на какую-нибудь конкретную клетку составлю уравнение Просто чтобы понять Вообще Давайте возьмем какую-нибудь Сейчас Ну я хочу чуть-чуть простенькое, да? Возьму, попробую составить Сейчас На какую-нибудь конкретную клетку мне составить уравнение А, ладно Давайте я рассмотрю попроще Пример, чтобы сразу угадать здесь решение Не хочу составлять здесь уравнение Смотрите Простой пример Простой пример 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 попроще Чтобы вот здесь просто я сейчас угадаю решение И скажу «Е-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о» Все, ответ готов Значит Смотрите Какой пример я возьму Вот предположим, что у меня Ну, то есть есть какие-то маршруты разрешенные для коня У меня клеточки соединены Вот вариантами, куда тут можно отправиться Согласны? Из этой сюда Там Из этой сюда Окей? Да, то есть вся доска соединена Вот как может ходить конь Представим себе такую вот ситуацию, что конь это не конь, это какая-то другая фигура просто вот граф по которому может ходить фигура представим, что он такой такой примитивный, когда фигура сюда, 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 сюда вот так соответственно у меня тут будет P2, P3 P3 и P4 согласны? и ход выбирается все время случайным образом просто чтобы поиллюстрировать вот эту идею но на маленьком примере, потому что там надо какую-то конкретную клетку брать, рисовать для нее давайте я попробую ставить уравнение на P3 откуда я могу попасть в P3? как я могу в какой-то момент жизни попасть в P3? из P2 но вероятность какая будет, если я рассмотрю конкретную клетку? одна вторая на P2 правильно? потому что из P2 ведут две дороги плюс, как я могу попасть вот в эту конкретную P3? я могу попасть из этой P3 но какие шансы? одна треть плюс, я могу попасть отсюда одна четвертая на P4 правильно? соответственно, смотрите коэффициент, на который делится он совпадает с тем, сколько дорог ведет из этой клеточки поэтому логично предположить что решение имеет вид P, K, T равно K помножить на какую-то константу потому что, смотрите если решение имеет такой вид то как клево все начнет сокращаться смотрите, вот это во что превратится? в константу вот это во что превратится? в константу вот это во что превратится? в константу а это во что превратится? в три константы ну как и должно потому что это P3 согласно? баланс соответственно получается что мое решение имеет вид P, K, T равно K помножить на константу а теперь я вот это вот подставляю вот сюда P, K, T равно K на C подставляю сюда и у меня выходит 4 на 2 это сколько? то есть мы фиксируем P, K равно K на C я угадал это решение тогда P, T равно K на C да повезло все сокращается вот соответственно здесь это уравнение нормировки позволяет мне найти C соответственно получается для шахматной доски 8C плюс 24C плюс 80C плюс 16 на 6 это 60 96, да? 96C плюс 16 на 8 это ой много? сколько 16 на 8? 128C равняется единичке а C на чему равняется C? C равняется 1 делить на что там? 366 336 это C соответственно угловая угловая P2 оказывается оказывается 2 336 и финальный ответ сколько коню идти за 1 в 1 1 сколько? 1 скоба? надо обратить эту дробь да? ну как обращаем 336 пополам что там 150 да еще 18 да? 168 ходов в среднем уходят у коня чтобы вернуться в исходную точку по-моему шикарная задача то есть я считаю что даже если вы не установите пакет и полностью проигнорируете что сейчас будет самое главное наверное это задача про коня хорошо ладно он бы у меня еще проводить как-то с Мофтингалом и все-таки решить ну слушай я что-то мне непонятно как ну это возможно я думаю что да потому что Мофтингалы они такие злые ну понятно на следующий раз да я сначала был подумал что можно ввести стоимость каждой клетки как Мофтингал но потом понял что эта идея не проходит потому что она явная стоимость каждой клетки не Мофтингал потому что тогда в максимальной точке где максимальная стоимость клетки и конь прыгает и собирает цепь я сначала подумал о такой Мофтингал но потом понял что единственный Мофтингал который набирает этому условию который всю доску замощает какой-то константой, потому что в точке максимума из максимума можно попасть только в клетку меньше а он подумал, что еще есть решение, но нет я думаю, что можно у нас ограничений же очень много получается в каждый момент какой-то другой процесс если бы у нас не было ограничений, тогда бы все просто ну и что? не знаю может, иметь в виду доска если бы ловить бесконечно кстати, слушай ну и давайте решал снова слушай, надо подумать, может быть действительно можно доску растянуть и как-то потом пофакторизовать ну ладно, надо подумать, ты знал хорошо, давайте, значит, допустим мою студию сейчас я быстро верну плечу хорошо, давайте допустим мою студию сейчас я быстро верну плечу ну, почему-то блокирую ну, почему-то блокирую да, у меня есть несколько вариантов ну, собственно, блокирую так 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 я уже забыл эту штуку ладно, попробую с местного компьютера пока долго туда ходит тут же на местном что-то стоит нет? или я сейчас опять буду это все ставить? да за весь этот пакет на какой версии он работает за весь этот пакет на какой версии он работает значит, что он работает так 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 Так, все будет Ладно, пока Я в процессе Посмотрите пока Винетку MCMC ПЭКа Смотрите пока Винетку Я думаю, что смогу быстрее А, здесь R3.1 Так, сейчас, секунду Переходник А ни у кого нету маковского переходника на этот? Была тренировка Я спрашиваю, зачем нам какой-то новый метод моделировать дро из распределения? Ай, девчонки На самом деле, что можно моделировать напрямую из функции апостериорное распределение, если ее удастся как-то получить в явном виде. То есть, если она получается в явном виде, то супер, классно, прям из нее и моделируем. Проблема в том, что в реальных задачах она в явном виде никогда не выписывается, и нужно как-то выкручиваться, чтобы сгенерить выборку из-за апостериорного распределения. Основной алгоритм, на самом деле, самый, ну, он базовый, ну, то есть, это не то, что единственный алгоритм, но самый, самый распространенный, не знаю. Такая рабочая лошадка. Вот. Рабочая лошадка такая. Рабочая лошадка следующая. Оказывается, ну, вот я на примере двух параметров расскажу. Вот если есть, у меня два параметра, θ и ρ. А нет, на примере трех. θ, ρ и α. Просто тогда будет понятно. Значит, алгоритм, который называется алгоритм гипса, он следующий. Надо, значит, руками. Оказывается, вот функцию апостериорную всех параметров тяжело вывести. Ну, очень часто бывают такие ситуации, что можно вывести апостериорную функцию θ, если сделать вид, что мы знаем у и знаем ρ и α. То есть, если предположить, что все параметры кроме одного фиксированы, вот такую иногда бывает легко вывести аналитически. Ну, и аналогично часто легко вывести вот такие функции. То есть, если считать, что θ и α известны, то тогда ρ понятно, как получить. Если считать, что y известны, и θ и ρ известны, то тогда легко получить условную функцию плотности α. Вот бывает очень часто в различных задачах, что вот саму P от θ, ρ, α при условии y, yn тяжело вывести, трудно вывести, она там неявная, трудно вывести. А тем не менее, вот эти три легко выводятся. Такое бывает. И тогда вот в такой ситуации, которая часто бывает на практике, срабатывает алгоритм гипса. Он устроен следующим способом, по-образам. Он устроен довольно-таки вот. Вот эти вот явно выписываются. Явно выписываются. Значит, в целом ритм гипса он выглядит так. Возьми любые стартовые θ, ρ и α. Ну там, шаг один. Возьми любые θ, ρ и α. То есть поставь коня на любую клетку. Дальше. Второй шаг. Возьми любые стартовые... Давайте я как-то занумерую нулевое. Нулевое. Возьми любые стартовые θ 0, ρ 0, α 0. Дальше. 2, 1. Сгенери. Сгенерируй. Сгенерируй. Следующее. Ну, θ и плюс первое. θ и плюс первое. Сгенерируй его случайно. Сгенерируй его случайно. То есть передвинь коня на случайную клетку в соответствии с вот этой функцией плотности. согласно распределению π θ при условии у, ρ и α и α. Но тут очень интересно. Гипсовский конь, он двигается случайно по координатам. То есть у него как бы абсцисса коня меняется независимо от... Ну, то есть отдельно. Не независимо, это неправильное слово. Отдельно от координаты. Алгоритм Гипсовский говорит. Дальше, когда у тебя есть новое θ, сгенерируй... 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 Там, ρ следующее. Из распределения... Из распределения π ρ при условии θ у меня уже есть и плюс первое, а α у меня еще только и т. И, наконец, в алгоритме Гипса... Шаг 2-3, у меня три параметра. Генерация θ, генерация следующего θ, генерация следующего ρ и генерация следующего α. То есть алгоритм звучит так. Сгенерируй... α и плюс первое из распределения для α, исходя, что знаешь у... Ну, здесь тоже знаешь у... θ и плюс первое уже есть, и ρ и плюс первое уже тоже есть. Вот. А потом, третье, если не надоело, перейди на шаг 2. Вот такой алгоритм простой. А когда наступает? Событие надоело? Ну, по-разному, зависит от мощности компьютера, сколько тебе надо ждать. Иногда просто, просто, иногда, на самом деле, для того, чтобы сгенерить вот один этот шаг, вот его надо ждать там, ну там, час, вот их, и тогда 10 тысяч долго ждать. Ну, так. Зависит от того. Ну, то есть там надо и дальше... Нет, там своя суровая большая теория. Это я рассказываю за три часа, ну, потому что хочется и там какое-то введение в R, то есть там основной плюс это грамотное программирование и байсовские методы, поэтому такая сборная солянка. Вот, ну, 10 тысяч, но... 10 тысяч раз. Вот. Соответственно, на выходе получается выборка из T, R, R и Альфа. Вот эти функции выводятся руками для каждой задачи, а дальше генерация. Ну, поехали. Значит, давайте я, наконец, включу. Так, где мы там опускаемся... Где-то опускаемся экран. Здесь-то мы не будем писать этот код, мы не будем писать цикл, все уже как бы написано до нас, то есть это приходится прокать только когда модель какая-то нестандартная, а так, в принципе, все уже сделано и ничего ходить не надо. А сейчас надо только убедиться, что попадает все в экран. Так, где-то есть, что происходит без накида. а сейчас зачтож. Как-то она будет... Ну, здесь-то какое-то... Ну, здесь... А? Это все. ... Это все. ... ... ... ... ... Да, вот отлично. Я на всякий случай просто перестанавливал, там немножко первая звезда. Пойти неумели, что у меня MCMC-бэк стоит. Ну, то есть... А, давайте я разрешение сделаю поцелильнее. Так, вот туда. Так, вот сюда. И... Наверное, все-таки лучше 800 на 600 поставить. Я тоже с чем-то кипятил. Нормально видно что-нибудь? Yes? Yes. Так, единственное, что... А вот там. Судя хорошо, то что он неожиданно оказался сверху. Ну, поехали. Значит, давайте, скажем, оценим классический логик. А, все помнят логик, да? Лучше пояснить. Пояснить. Ладно. Жалко. Давайте логик объяснём. Так выглядит классическая логик-модель. В чём, например, проблема логик-модели, которая позволяет упразднить байсовский подход. У логик-моделей есть проблема одна, у классической. А кто знает логик-модель? А, есть такие люди. Чё-то как-то не дусь, да? Ну ладно, хорошо. Значит, логик-модель. У вас часто бывают игреки, которые принимают значение 0,1. Ну, например, вы моделируете там, ну, такая классическая логик-модель, это любит-не любит, да? Надо посчитать число лепестков у ромашки и определить. Это классическая логик-модель. Потому что в логик-модели вероятность того, что у и т равно единичке, она зависит как функция распределения от каких-то регрессоров. Вот пример классической логик-модели. То есть вероятность того, что у и т равно, ну, то есть у и т в логик-модели, оно принимает одно из двух значений. Либо да, либо нет. Либо купит автомобиль, либо не купит, либо любит, либо не любит, либо там погибнет, либо не погибнет, ну, все что угодно. То есть любая бинарная переменная. МНК там не совсем хорошо подходит, потому что он может на краях прогнозировать какие-то отрицательные вероятности или вероятности больше одного. А логик-модель – пожалуйста. Вот. Вот эта функция f, f от t, это е в степени t делить на 1 плюс е в степени t. Эта функция, собственно, f нужна, чтобы гарантировать, что вероятность никогда не вылезает за диапазон от нуля до одного. То есть когда я… Неважно, какие у меня значения x, i, z, регрессоры могут быть от миллиона до миллиарда, там, чего угодно, вот эта функция f гарантирует, что вероятность никогда не выпадет за диапазон 0,1. Добро? Обычно эта модель оценивается максимально правдоподобен. То есть в классической философии мы говорим, β1, β2, β3 – это неизвестные константы. Раз β1, β2, β3 – это неизвестные константы, то что происходит? Раз это неизвестные константы, то мы получаем, применяем ml, то есть мы максимизируем вероятность нашей выборки и получаем на выходе β1 с крышкой, β2 с крышкой, β3 с крышкой. Согласны? А в Байсовском подходе мы скажем, что у нас есть некое наше априорное мнение о коэффициентах. Добро? Да. И мы, соответственно, имея это априорное мнение, получим наше апостериорное мнение об этом. Давайте возьмем какой-нибудь простенький классический… А, давайте, значит, подключим пакет MCMC Pack, подключим пакет с данными по Титанику, и попробуем, скажем, с помощью байсовской логик-модели… А, нет, нам надо пример понять… А, какая вот проблема есть у логик-модели? Я вот не сказал, как бы, в чем тут клево, о чем мне раньше плохо что-ли было. ml прекрасно оценивает логик-модель. Здесь нет проблемы, что ml, там два часа, там интегрируется… Не, он прекрасно находит экстремум за несколько итераций. Прям их по пальцам можно пересчитать, не знаю… Какая проблема у логик-моделей из тех, кто поднял руки, что знает, что это такое? В чем проблема у логик-моделей? Прям вообще-вообще проблема? А, они линейные. Что? Линейные. Ну и что? А почему это проблема? Ну, то есть ты хочешь сказать, тяжелее считать передельный эффект, тяжелее интерпретировать или вот в чем проблема? А, в смысле, почему это проблема? Возможно проблема… Это даже не проблема, а недостатка. Не, ну и хочешь, сюда включи или x на z, или x квадрат. Ну, почему? Может, а с треш-шолдом мы выиграем? Ну, треш-шолд, опять же, я согласен, что есть вопрос выбора треш-шолда. Я бы не сказал, что это уж прям проблема. Ну как, ты можешь, если там много людей использовать кросс-валидацию, выбрать разные треш-шолды, посмотреть, какой оптимальный. Потому что, действительно, мы получаем P с крышкой, но не получаем бинарного прогноза. Ну, понятно, действительно, что надо решить, начиная с какого. Одна из проблем следующая. Вот если я попробую оценить такую простейшую логику. То есть проблема иллюстрируется. Проблема какая? Проблема у логик моделей такая, которая называется по-английски perfect prediction. Звучит как бы, наоборот, клево. Вау, perfect prediction. Но на самом деле это такая проблема. Так называется проблема. Я ее проиллюстрирую в маломерном случае, но она возникает очень часто, и когда очень много переменных. Просто там сложнее привести пример. Проблема такая. Представим себе, что у меня вот данные такие. x и t, y и t. x и t 0,1, y и t 0,1. И... Ну и модель моя логик. Вероятность того, что y и t равно 1, какая-то функция от бета-1 плюс бета-2 на x и t. Вот. Ну и совершенно понятно, что оценок в этом случае, оценок бета с крышкой ML, ну, первых, вторых, там, бета с крышкой вот здесь, не существует. Почему в этом случае не будет существовать бета-1 с крышкой, бета-2 с крышкой? Наоборот, там надо, хочется увести коэффициент 1 там на плюс, какую-нибудь бесконечность, другой там, то ли в 0, то ли в минус бесконечности. Там какое-то такое решение на бесконечность уходит. Ну да, я проиллюстрирую диаметрически и объясню, кто туда должен упадить. То есть проблема логик-панелями, она прекрасно считается. Единственное, у меня есть этот topic prediction. Здесь действительно, вроде, посмотришь, а что, тут легко знать, а x прогнозирует y, о, лево, чем больше x, тем больше y. Но когда много переменных, такая ситуация складывается очень часто, когда много регрессоров. Это не есть мультиколлинеарность, это, скорее, что в каком-то части, в какой-то части пространства x, все y равны одному и тому же числу, из-за того, что там мало наблюдений. И получается, что вот такая штука, ну, давайте я проиллюстрирую. Смотрите, вот у меня, моя вероятность того, что y равна 1, это есть функция распределения β1 плюс β2 на x и t. Вот я тут построю, вот здесь, x и t, а здесь, соответственно, вероятность того, что y равна 1. меняя коэффициенты β1 и β2, чего я могу делать с этой функцией? Вот если я меняю коэффициент β1 и β2, геометрически, что это за преобразование функции? Если я x домножаю на что-то, это что такое? Это сжатие вдоль или растяжение вдоль оси x. Нормально? Если я какую-то функцию внутри, аргумент домножаю на 2, то это косинус 2x, он в два раза чаще прыгает, чем косинус x. Девольно? Вот, соответственно, вот это геометрически, это сжатие, растяжение вдоль оси x, а это перенос влево-вправо, сдвиг графика вдоль оси x. Соответственно, я могу подбирать любую функцию, могу ее вот так сжимать, могу ее наоборот делать очень пологой и переносить влево-вправо могу. Добро? Соответственно, что? Какую вероятность я максимизирую? Я должен максимизировать вероятность того, что у первой равен нулю, помножить на вероятность того, что у второй равен единичке. Вот он принцип максимального правдоподобия. Максимизирую, подбираю в это один, в это два. Это чистой воды задача метода максимального правдоподобия. Почему он мне здесь скажет какую-то фигню? Ну, потому что если у меня всего два наблюдения, вот здесь вот при x равном нулю я наблюдаю ноль, а при x равном единичке я наблюдаю единичку, то что я захочу? Я захочу какую-то такую функцию, которая говорит, что в единичке вероятность единички максимальна, а в нуле вероятность единички должна быть минимальна. Правильно? То есть я захочу какую-то резко меняющуюся функцию, вот так вот, чтобы она проходила через эти точки. Правильно? Поэтому у меня бета-2 оптимальная будет плюс бесконечность, она по-веско должна уходить. Ну, а бета-1 там зависит от бета-2, ну, в общем, не существует у нее экстремума. Нормально? Нет. Ну, конечно, тяжело, если бы логет-модель не в первый раз слышали, то понять проблему логет-модели, когда у вас нет практики, ее применение тяжело. Ну, ладно, давайте тогда сделаем так. Пу, давайте, смотрите, давайте туда. Вот поехали. Что-то у меня, правда, только один пример получится. Ну, ладно, уж как и есть. Значит, давайте еще подключим следующие пакеты, чтобы так, хоть как проиллюстрировать. Пакет Titanic, с данными пассажиром Титаника, пакет MFX для логет-моделей, для расчета предельных эффектов, и... А, ну и MCMC-пэк. У меня это все уже стоит, это я просто показываю лишний раз, как пакеты ставить. Tools, Install Packages, Tools, Install Packages, и, соответственно, Titanic, MFX, Marginal Effects, и MCMC-пэк, MCMC-большие, все остальные буквы маленькие. Нормально поставилось, можно продолжать. Titanic должен очень быстро ставиться, это просто набор данных. Она его подгружает. Ну, чего? Отзовитесь. Готовы, нет? Готовы. Хорошо. Если нет, то кричите. Поехали. Подключаем, активируем пакеты. Library MFX, Library Titanic. Titanic. Что, 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 что говорит? Версия старая. Не будет Titanic. Саник, любой же. Да вы что? Вот это извращение из автор пакета. Потребовать под пакет, который содержит набор данных, чтобы версия R какими-то требованиями не удовлетворяла это извращение. Интересно, как это же какое он требует? Реодинар. Какое? Реодинар. Прикол. Ну и что? Вот это прикол. Я хочу это убедить. Мне очень интересно. Нет, ну я предупреждал, что лучше поставить, лучше ходить со своим компом и поставить. Ладно, не буду трать время, но, наверное, ну, в общем, короче говоря, лучше, конечно, поставить новый. Значит, сейчас проект тренинг. Смотри, действительно 3-1-2 требует пакета. Вот это да. Хендрикс. Давайте посмотрим сначала на наши данные. Там есть встроенный набор данных, соответственно, он называется Titanic Train. Можно на него посмотреть структуру. Ну и тут написано название переменных. Можно почитать документацию. Help, Titanic, Train. Но обалдеть. Я думаю, хотя есть такая модная тенденция, типа, что, в конце концов, лучше, чтобы у всех была свежая версия R и любой пакет форсирует вас и использует самую свежую версию. Может, это и правильно, на самом деле. Понятно, что этому пакету свежая версия R не сдалась ни на что, но он зато пользуется. Ну, что там есть там? ID пассажира, выжил, не выжил, класс пассажира, имя там, пол, возраст. Нормально? Нормально. Вот. Ну и, соответственно, я могу оценить, например, классическую Logit модель. Да? Я могу оценить классическую Logit модель. Модель равняется Logit MFX. Ну, тут сказать, что данные я беру из набора Titanic Train и дальше указать формулу. Соответственно, Survived в левой части, а в правой части объясняющие переменные, ну, например, H плюс Fair. Вот это я оценил классическую Logit модель. Мне надо немножко вот так сделать, да? Я оценил классическую Logit модель. Что я могу посмотреть? Я могу посмотреть, собственно, если я просто напишу Model, компьютер мне посчитает вопрос проблем в Logit моделях, ее немножко трудно интерпретировать, потому что она нелинейная и из-за вот этой страшной формулы, давайте я еще раз перепишу формулу. Что, получилось Logit оценить, нет? Спроси, спроси, спроси. Нет данных? Ну, а, слушай, сейчас сделаем. Давай, сейчас сделаем, сейчас я тебе скажу. А что значит вот эта тильдочка? Что? Что значит тильдочка? Тильдочка, это ВР, такой жаргон для обозначения формул. Зависимая переменная пишется слева, а после тильды пишется объясняющая через плюсик. И это синтаксис для МНК то же самое. То есть, если я хочу МНК модель оценить, например, как тариф выбираемый зависел от возраста, то, если я хочу оценить Pointe-OLS модель, то я могу написать ЛМ данные там Титаник Трейн и тут написать ФЕЙР, как зависело от ПЕЙЧ. То есть, это такой синтаксис для формул. Ну, то есть, в левой части это зависимая переменная, а в правой части объясняющие через плюсик. Ну как, если ты там, не знаю, Евьюзом или чем-то пользовался, Евьюзом пользовался, нет? Нет? Да, пользовался. Ну, там ты пишешь, когда ты пишешь там формулу, ты там пишешь, ну, там через пробел писал, да, там писал Y, C, пробел X, пробел Z, да? Что-то такое, по-моему. А в R, соответственно, Y, тильда, там, X, плюс Z. Синтексис для фрэнга. Константа не нужна, да? Что? Константа не нужна, потому что большинство моделей должны содержать константу, поэтому он по дефолту ее прибавляет. В принципе, константу можно написать единичкой. То есть, я могу явно написать, но он по дефолту ее прибавил. То есть, можно написать, в принципе, вот так, 1 плюс H. То есть, я делаю регрессию на константу, то есть, можно вот так написать. А если надо без константы, Тогда надо написать, например, 0 плюс h. Но 1 плюс h это означает константы, но если по дефолту ее не писать, то он ее прибавит. А element что? Liney models. Element сокращение для линейных моделей. Соответственно, вот у меня линейная модель, OLS model. Ну, вот стандартный output, там типа оценки коэффициентов 24, 0, 35, стандартные ошибки, значимость и так далее. Нормально? Получилось, нет? И, соответственно, могу посмотреть на логид. Давайте я тут напишу логид модул. Вот, по дефолту, если применять такую команду, логид.mfx, то... Ну, она синтексис очень похожий. Единственное, что из-за того, что там принципиально разные методы оценивания, там MNK, там ML, то они, конечно, объекты разных типов, и выводят они немножко разные штуки. В логид модели вообще есть некая проблема с интерпретацией коэффициентов. Поэтому по дефолту R выводят не сами коэффициенты, которые не очень удобно интерпретировать. Так, мне бы еще это, байсовский, успеть. Ну, что, тоже однокомандно. Вот, по дефолту, R выводит, вот если попросить логид модул, то он, видите, выводит marginal effects. То есть он считает dPy равно единичке по dx, ну и по dz. То есть по умолчанию R выводит вот такие штуки. Насколько меняется вероятность того, что y равен одному при изменении z на единичку. То есть если я возраст увеличиваю на один год, то вероятность выжить падает на полпроцентом пункта. Ну, 0,004 это примерно полпроцентом пункта. Нормально? Я, конечно, туда не включал пол. Тут самый главный предсказатель это пол и класс пассажира. Ну, я просто пока хочу на другом сосредоточиться. Если же все-таки хочется дотянуться не до предельных эффектов, а до самих коэффициентов, до оценок коэффициентов, потому что мы в классическом подходе не дотянемся, то можно написать, как это написать? По-моему, надо написать логид модул фит, что ли, да, фит. Вот если нужны сами коэффициенты, то можно вот так написать. Summary Logit Model FIT. Соответственно, вот это marginal effects, а это coefficient estimates. И здесь получатся классические оценки коэффициента при каждой переменке. Но просто из-за того, что они плохо интерпретируются, то, в общем-то, можно их особо даже и не приводить. Предельные эффекты гораздо интереснее и нагляднее. Естественно, производная считается в какой-то точке. Производная зависит от того, в какой точке вы считаете. Обычно считают в точке x средняя, y средняя, z средняя. Но, вообще говоря, понятное дело, можно попросить r посчитать в другой точке. Но по дефолту производные считаются для среднестатистического наблюдения. Вернее, для наблюдений со среднестатистическими характеристиками. Ну и, наконец, MCMCP. Как оно будет выглядеть? Сейчас, по-моему, так и называется. То есть это вот классический МНК. Это, соответственно, Classic OLS. Это Classic Logit. Теперь, соответственно, Bayesian OLS. И Bayesian Logit. Соответственно, я хочу обратить внимание, что MCMCPack – это хороший пакет, по нему очень хорошая винетка. То есть, если вы наберете MCMCPack, винетка, то вот она, наверное, будет... Мне казалось, она здесь есть. А, вот здесь Documentation. А где же? Она не винетка, они в Journal of Statistical Software. Это какой-то пафосный журнал, куда там очередь вперед на публикации, поскольку все хотят там опубликоваться на два года или на три, чтобы уже очень вперед следить. Соответственно, шикарная винетка. Тут, в общем, все написано, как делать. Ну, то есть, они постарались сделать так, чтобы функции Bayesian практически синтаксисом не отличались от обычных. То есть, вот обычная LL-ка, а вот это Bayesian MCMC-регрессия. Ну, и, конечно, тут возникает вопрос, какие за кадром предпосылки априорные были у функций. Про них, естественно, можно почитать. Но идея такая, что они... Задача была их сделать, чтобы все классические модели были очень удобны. Байесовским. Он обычный LM, а вот Байесовская. Ну, команда другая, но по сути... И, конечно, можно дополнительные параметры управлять то, во что вы верите про коэффициенты бета. Вот, там взяли MCMC-пробит. Пожалуйста. Ну, и так далее. Соответственно, давайте попробуем сюда вернуться. То есть, ну, вот аналогичный Байесовский будет. B, O, L, S. Соответственно, будет MCMC-регресс. Ну, и тут будет... Ну, и смотрите, соответственно, сколько всего тут вообще можно указать. Ну, во-первых, вот MCMC-10 тысяч это вот сколько она нам нагенерит выборку из апостериорного распределения. Дальше вот какие-то... Ну, ладно, сейчас прочитаем. Сначала дефолтный вариант. Сначала дефолтный вариант. Дата равняется Титаник Дрейн. Что там? Что я регрессировал? По-моему, я фейер от возраста. Правда? Ну, и посмотрим, как выводятся результаты. Бета, О, L, S. А, вот смотрите. Значит, если я просто попрошу B, O, L, S, да, то она мне выдаст какую-то вот... Ну, вот всю выборку из этих двух бет мне и выдаст. Правильно? То есть вот это блуждание нашего байсовского коня. Нормально? То есть если вот так просто выдать, то это как-то нечеловекочетабельно. Давайте я покажу. Вот смотрите. Я покажу просто идею, что компьютер выдал. Это вот они запустили байсовского коня гулять по шахматной доске. Соответственно, вот это на самом деле оценивается сколько параметров? Оценивается три параметра. Бета-1, бета-2 и сигма-квадрат. Поскольку в регрессии есть еще такой параметр сигма-квадрат. Согласны? Вот. Соответственно, что вот это первый столбик? Первый столбик это выборка из апостериорных значений бета-1. Нормально? Второй столбик это выборка из апостериорных значений бета-2. И третий столбик это выборка из апостериорных сигма-квадрат. Окей? Например, как мне ответить на вопрос, какова вероятность того, что... Например, я могу с помощью этой выборки ответить на вопрос, какова вероятность того, что при увеличении возраста на единичку ожидаемый тариф растет больше, чем на 30 центов. Как мне вот посчитать такую вероятность? Мне надо взять выборку... Столбик бета-2, правильно? Какой столбик в этой матрице будет? Второй. Второй. Правильно? И надо посчитать, сколько в нем элементов будет больше 0,30. Правильно? То есть вот если меня интересует такой вопрос, который в классическом подходе был невозможен. А сейчас, пожалуйста, в бета-2 я корректно могу спросить. Какая лица того, что я, ну, вернее, вот так, при условии моих наблюдений, да? А вот. Соответственно, какова вероятность с учетом наблюдений, что бета-2 больше 30 центов? Можно вопрос? Да. В общем, он только вот именно 7 оценил. Не 7, это хед. А, хед. Если брать хед, хед это начало. Я могу попросить первые 3, или там первые, не знаю, тысячу. Он оценил их, по-моему, по дефолту. Сколько там скажешь? 10 тысяч, что ли? Он оценил 10 тысяч. И начало удалил. То есть, по-моему, если... Ну, дай посмотрим, если я наберу STR-булпанта. STR-B-ULS. Вот сколько их там? Смотри, вот их 10 тысяч штук, 3 столбика, 10 тысяч строк. Домально? Вот. Соответственно, могу выбрать второй столбик. Как мне выбрать второй столбик, если мне не будет мешать пункты свитчера и справлять B на них? Мне надо сказать, второй столбик, помните? Ой, только B-ULS, да? Нормально? B-ULS, это матрица. Я, знаете, беру второй столбик. Я смотрю, сколько из них будет больше, чем 0,3. И считаю сумму. Ну, то есть, вот если я наберу вот так, то компьютер мне выдаст TRUE-FALSE, 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 да? То есть, это когда те номера окутов, когда было B больше 0,3 и меньше 0,3. Ну, я могу, например, посчитать сумму таких количеств и поделить на 10 тысяч. И у меня получится, вот, пожалуйста, вероятность того, чтобы B2 больше 0,3, она 0,64. Домально? То есть, еще раз, Байсовский подход позволяет отвечать на любой вопрос, что вы думаете про B2. Классической, правда, проверки гипотез нет. Вот если у вас была раньше классическая проверка гипотез, там, надо проверить аж 0 о том, что B2 равно 0. Здесь такого нет, потому что я могу ответить на любой вопрос. Я могу посчитать, что B2 меньше 0, могу посчитать, что B2 больше 0, могу посчитать, что B2 к 0 ближе, чем на 0. То есть, немножко поменялся взгляд, B2 теперь стали случайными, и поэтому проверки гипотез о том, что B2 равно 0, нет, потому что это просто не по-байсовски, не по-байсовски это. Мы можем ответить на вопрос, если я считаю, что давайте считать эффект влияния возраста на цену пренебрежима малым, если год увеличивает стоимость билета меньше, чем на цену. Я могу посчитать, таким образом, вероятность того, что B2 там лежит в диапазоне от минус 0,1 до 0,0,1. Вот на такой вопрос могу ответить в байсовском подходе. Окей? То есть, проверки гипотез как таковой нет, но ее прекрасно заменяют вот эти вероятности. Вы говорите, с какой точностью вы согласны на 0, и проверяйте. Ну, соответственно, если нужна, понятное дело, что есть какие-то описательные статистики, наверное, по-моему, summary BOLS, если набрать, то, я думаю, будет. Да. Вот. Если набрать summary BOLS, то вместо этой, вместо 10 тысяч значений, у меня появится... Можно вопрос? Давай. А я что-то не понял. А как мы все-таки строим вот эти выборы? То есть, в вашем примере вы строили разное распределение с... Да. Смотри, я изложил, тут алгоритм гипса был. Тут был алгоритм гипса. Да, то есть по алгоритму гипса. Да. Ну, слушай, я не уверен, что она конкретно идет по алгоритму гипса. Можно почитать, но там есть и другие. Но вполне возможно, что она идет по гипсу. Ну, давай почитаем. Вероятно... Ну, то есть, это очень распространенный алгоритм. Help MCMC Regress. Ну, давай прочтем, что она использует. Да, видишь? Using Gips Sampling. То есть, она использует алгоритм гипса. А дальше можно почитать про предпосылки. Потому что я же вообще ничего не говорил про... А какие у меня априорные-то распределения, да? Давайте посмотрим, какие там дефолтные априорные распределения и как на них повлиять. То есть, что предполагает эта функция по дефолту? Ой, стоп, давайте на summary посмотрим, а потом посмотрим на... Итого. То есть, если мне нужно там опубликовать какие-то точечные оценки, ну, самая популярная точечная оценка – это средняя. Вот, соответственно, среднее значение вот по этим 10 тысячам наблюдения от интерсепта – это 24,3. Среднее значение при переменной H коэффициенту – 0,34. Ну, среднее значение 7 квадрат, поскольку 7 квадрат трактуется как случайная величина. Это, ну, понятно, 2787. Дальше, пожалуйста, вот есть это квантилия, да? Чтобы посмотреть, насколько распределение скошенное. Ну, можно попросить... Сейчас, по-моему, как попросить хай... По-моему, оно так и пишется. Хай, H, P, D, да, H, P, D, N. Ну, что тут? Как же делать? Все, вырублено. H, P, D, интервал. Вот, B, O, L, S. Это вот H, P, D, интервал. Соответственно, вот у меня байсовский интервал для бета-1, байсовский интервал для бета-2 и байсовский интервал для сигма квадрат. Самый короткий возможный. Это H, P, D, а вот там наверху можно посчитать... Ну, правда, в силу распределения там... Просто в линейной регрессии там все нормально. Там распределение бета с крышкой выходит наверняка, а пастерерная какая-нибудь более-менее симметричная. То поэтому тот, который предложил Марат, симметричный по вероятности, он не шибко отличается от этого. Там 1,55, 33 и 12, а тут 1,55, 33 и 17. Поэтому если... Ну, тут просто модель простая. Пастерерное распределение более-менее симметрично оказалось. Поэтому никакой разницы нет. Вообще могла бы быть. А вот на сигму может быть. Ну, на сигму тоже не века разница. Хайст пробабилити в месяц, а он делал на этом вообще на... Самый короткий. Короткий троп. Да. Ну, он берет хайст пробабилити, отсекает хайст пробабилити так, чтобы получить... Можно заказать не 0,95, можно заказать другую. Вот. Соответственно, вот здесь, если посмотреть документацию к функции MCMC регресс, то мы видим, что... Давайте выпишем аккуратно предпосылки. Так. Вот. Значит, смотрите. Задается... Значит, смотрите. B0. Априорное среднее бета. Значит, должно быть столько-столько бетасов. Вот. Prior precision. Это, значит, scalar square matrix with dimension number of betas. Соответственно, какие... Значит, давайте я выпишу явно априорное распределение, которое зашито в эту функцию, чтобы перевести это с... Ну, такого сленга, такого байесовского, на человеческий. То есть априорные предположения такие. Априорные предположения. Априорные предположения. Вектор бета предполагается априорно нормальным с мат-ожиданием B0 и дисперсией B0 в минус первой. Вот такое выражение precision matrix. Precision matrix – это обратное к ковариационной. То есть есть понятие precision matrix – это не что иное, как covariance matrix в минус первой. минус первой. Дальше. Что еще надо предположить помимо Bf? Поскольку есть еще один параметр sigma квадрат, то, соответственно, вот здесь сказано, что sigma квадрат – это обратное гамма распределение. Обратное гамма распределение, оно, собственно, нужно, чтобы гарантировать, что параметр не отрицательный. Потому что нормальное распределение, оно, конечно, бывает отрицательным, а обратное гамма распределение не бывает отрицательным. Ну и тут, соответственно, спасибо. Два параметра еще – C0 и D0, да? Какое тут C0 пополам, да? А что это пополам? А, потому что они как бы переводят в псевдонаблюдение. Понятно. Ну и тут несколько спецификаций для гамма распределения. Ну все. В общем-то, это основное. Соответственно, предполагается, что B0 равно 0. Предполагается, что B0 большое – тоже матрица из нулей. То есть, на самом деле, априорно предполагается, что β нормальное с матожданием 2 нуля и ковариационной матрицей равной бесконечность бесконечность 0,0. То есть такая размазанная, размазанная функция плотности. Такое, конечно, нечестное распределение, но нормально. С точки зрения матричной алгебры все хорошо. Ну и дальше какие-то параметры C0. C0 равняется 0,0,1. И D0 равняется 0,0,1. Вот. То есть, если мне бабушка сказала, сынок, ты знаешь, ну нет, внучок, ты знаешь, вообще параметр B2 около двойки. Параметр около двойки. Ну, вот сказала я как бы верю бабушке. Если я верю бабушке, у меня есть свое мнение какое-то. Я могу устроить, давайте устроим такую матрицу. Давайте мы скажем, что β априорно распределение. Допустим, я про β1 не знаю, чему он равен. Допустим, не знаю. Тут 0, и у него будет большая дисперсия. А про β2 я буду уверен, что оно около двойки, ну, с очень маленькой дисперсией. Давайте возьмем дисперсию 1,25. То есть, я могу априорно верить вот в это. То есть, это что означает такое верование? Это означает, что я совершенно не знаю β1, но думаю, что β2 около двойки. Окей? Понятно, что это за верование априорное. Соответственно, как это указать R? То есть, у него есть типа дефолтные априорные верования, которые очень размазанные, которые, по сути, говорят, ни черта не знаю. Но если вы хотите использовать байесовский метод с какой-то априорной информацией, то вы можете сказать, какой тут вектор B0? B0 у меня, соответственно, 0,2. Вектор. Какая матрица B0 большое? B0 большое – это матрица обратная к ковариационной. Поэтому, если я говорю ковариационной бесконечности 1,25, то матрица точности, она тут будет 0,0,0,4. Вот такая матрица точности. Добро? Соответственно, давайте зададим личную спецификацию. B0 – это будет вектор из 0,2. А B большое 0 – это будет матрица из 0,0,0,4. Расположить в две строчки. Вот, пожалуйста, могу показать вектор B0. Могу показать матрицу B0. Нормально? То есть это я сформулировал свое мнение априорное о бетах. Еще раз, беты я считаю, что это случайные величины. В байсовском подходе бета-от случайные величины. Ну и все. Теперь могу взять и дать команду байсовский ОЛС2. Ну, то есть с учетом априорных. Это mcmc-regress. Тут я указываю, что данные беру из Титаника. Формула у меня такая же. Ой, 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 ой. А вот здесь дальше надо указать. B0 равняется B0. И B большое 0 равняется B большое 0. Еще раз, что это за шаманские надписи? B0 равно B0. B0 равно B0. Нужно бубен и кричать. Что это означает? Первое, это параметр. Да, B0 это название, который слева B0, это название аргумента функции. А справа это то, как я его определил вот здесь. То есть если бы я там написал, вот если бы я здесь назвал май B0, да? Ой, не туда написал май. Вот так бы назвал. Вот тогда вот здесь надо было бы написать май B0 и май B большое 0. Вот. И теперь, если я посмотрю на саммаре, то что мы ожидаем? Поскольку я изначально верил... Ну, вот вообще тут вопрос. Как бы тут может сложиться две разные ситуации. Если задача чувствительна к выбору априорного мнения, то есть если данных мало, то я получу, что апостериорное мнение тоже около двойки. А если данных слишком много или данные резко противоречат моему априорному мнению, они говорят, ну клево, что ты думаешь, что бета-2 там у двойки, но по данным оно совершенно точно около 0.3. Ну, сейчас давайте посмотрим, что случится. То есть я сам не могу предсказать исход. Я думаю, что в силу того, что он не очень сильно значим был, вроде интуитивно должно его оттащить к двойке достаточно сильно. Ну, давайте посмотрим. Нет, вот видите, несмотря на то, что я сказал, что он около двойки, коэффициент, конечно, оттащило от нуля. Вот если на старый посмотреть, давайте на старый посмотрим, старый коэффициент при h был, а, нет, видите, сильно его оттащило, да? Сейчас, нет, где он? Старый мин был 0.35, а новый мин 0.46. То есть, вообще говоря, его, конечно, оттащил, но не так сильно. То есть, данные очень сильно говорят, что даже если вы верите, что он около двойки, данные оттаскивают. То есть, несмотря на то, что у меня априорно я считал, что около двойки, смотрите, я выбрал дисперсию 1.4. Стандартное отклонение там, сколько? Стандартное отклонение там 1.2, да? Ну, и как бы я с высокой вероятностью был уверен, что оно от 2 стандартных отклонения, это от 1 до 3. Согласны? То есть, я с вероятностью 95% априорно был уверен, что мой коэффициент от 1 до 3. А оказывается, данных достаточно, чтобы вот это было мое априорное мнение о β2. Это β2 априорное мнение. Априорное мнение. А мое априорное мнение о β2 оказалось здесь β2, здесь функция плотности p, β2 при условии данные. И что получилось? Его оттащило, смотрите, у него 0.46 в центр. Здесь 1, 2, 3. 0.46. И стандартное отклонение у него 0.0.13, да? 0.0.13, это значит, ну вот так вот его изменило. Ну вот очень такое узенькое здесь. Какое он? А чем SD отличается от Naive, SD и Time Series? Чем отличается Naive, SD и Time Series SD? Нет, нет. Там есть еще просто SD. Просто SD. Ну потому что у нас же 10 тысяч наблюдений, поэтому корень из 10 тысяч, это как раз 100. Одно это standard deviation, ну то есть одно... Ну смотри, у тебя же есть вот наблюдение от 2 среднего. Да, правильно. У тебя есть β1, β2 второе, β2 десятитысячное, правильно? У тебя есть стандартное отклонение отдельно взятое с чайничной, а есть стандартное отклонение среднего. Ну то есть одно стандартное ошибка, поскольку среднего, а стандартное activation это для иксы этого типа. Вот, поэтому они отличаются ровно в 100 раз, потому что это корень из 20000. Именно в 100 раз они отличаются. Что? Это параметр модели. У нас в ОЛС на самом деле еще же есть параметр, когда ты в ОЛС применяешь, Y и T равно β1 плюс β2 иксы T плюс ε и T. Ты предполагаешь, что у тебя ε, ну допустим, нормальный, 0,7 квадрат. И параметры ОЛС модели это β1, β2 и 7 квадрат. Вот она и строит выборку, там три столбика, и она строит выборку из трех столбиков. Вот. Ну что, на сегодня тогда хэппи-энд. Вот. Я очень рад, что успел. И, соответственно, в общем, дальше вас ждет в Симтоцинии и много счастья. Все. Продолжение следует...